Как грится, гомарджоба, товарищи, с момента, как я только до Грузии доехал, сразу начались большое количество комментов от моих замечательных зрителей. А чё, про грузинский стрит-арт расскажешь? А какие тут художники? А чё тут вообще делают? Скажу вам заранее, здесь делают много чего, и Тбилиси можно смело называть городом не просто пригодным для стрит-арта и граффити, а одной из мировых мек, и многие известные граффити-художники, например, тот же Обэй, приезжают сюда для того, чтобы оставить здесь свою метку, и это один из плюсов Грузии, который я совершенно не ожидал обнаружить, когда сюда ехал. И вот сказал бы я сейчас, здрасте, вы на канале Сейна, но хочу вам напомнить, что ролики про стрит-арт смотрят люди без особенного удовольствия, потому что вот не кликбейтно, да, ни хайп, ни фейм, так что, товарищи, помогите распространению этого ролика, поставьте лайкосики, подпишитесь на канал, если ещё нет, не дай бог, и вот всё вот это вот сделайте друзьям, расскажите, и вот теперь здрасте, вы на канале Сейна. Отдельное спасибо всем, кто хвалит дизайн в моих роликах. Несмотря на то, что большая часть видосов сейчас делается на аутсорсе, все дизайны я до сих пор произвожу самостоятельно. Мне это важно, я от этого кайфую искренне, но при этом профильного образования у меня нет. Несмотря на то, что обычно этим хвастаются, мне это очень мешает, потому что часто для решения самых элементарных дизайнерских задач мне приходится два часа рыться в туторах и на пинтересте, чтобы понять, как вот это так красиво впихнуть, чтобы оно в общей композиции правильно смотрелось. Если вас тоже интересует создание визуала, то настоятельно вам рекомендую не повторять моих ошибок и с самого начала получить комплексные знания. Именно для этого идеально подходит курс Motion Design с нуля до про от онлайн-школы дизайна Contented. Motion Design — это искусство на стыке творчества и технологий. И вы даже не представляете, насколько много различного Motion Design вы видите ежедневно. Это и компьютерные игры, и реклама, какие-то объявления и сообщения, которые вы видите на улице. Мои ролики в том числе на определенную долю состоят из Motion Design. И натурально Motion Design нужны всем, но при этом направление очень молодое, и поэтому квалифицированных специалистов скорее не хватает, а заказов очень много. Выпускники Contented умеют делать выразительную реалистичную анимацию в 2D и 3D, делать эффектные рекламные ролики и заставки, создавать и анимировать 3D персонажей, уверенно работать в 2D и 3D программах, создавать творческие работы с уникальным сюжетом и стилем. Это же буквально полный набор для творческой свободы. При этом 80% курса — это практика. Например, во время обучения вы пройдете стажировку в креативном агентстве под руководством арт-директора. И это даст вам реальный опыт работы, который будет у вас и как строчка в резюме, и как отдельный пункт в портфолио. Также в онлайн-школе Contented работает карьерный центр. Он помогает студентам найти работу или клиентов на фрилансе. Студенты онлайн-школы могут брать первые заказы уже с третьего месяца обучения, а с девятого — откликаться на вакансии. Так что не душите своей амбиции стать творческим профессионалом. Сканируйте вот этот вот QR-код или переходите по ссылке в описании, вводите промокод SEIN, он даст вам 50% скидку на курс Motion Design с нуля до про от онлайн-школы дизайна Contented. А также вы получите книжку по дизайну от Litrez в подарок. Возвращаемся к видосу. Для начала, если среди моих зрителей есть те, кто вырос в Тбилиси, расскажите, что здесь за тема с хип-хоп андеграундом. Ну и, честно говоря, вообще с отношением к музыке. Потому что здесь как будто, ну прям очень шаристая публика. Я когда только приехал, обратил внимание, что на стенах, помимо там политических лозунгов какой-то рекламы, то и дело нарисованы, написано MF Doom или Wu-Tang Clan. Я в Москве за все время. Но вот только когда MF Doom умер, там Кошер, Груф и остальные рисовали вместе со всем миром памятные портреты. Но так, чтобы просто явно какие-то где-то школьники, где-то еще не художники, а просто вот люди, которые хотят написать что-то у себя на заборе, писали названия андеграундных рэп-групп, которые, судя по всему, уже не существовали в момент, когда родились вот авторы этих надписей, это удивительно. Ребят, я не шучу. Недавно шел по центру города, видел чувачка лет, может, 14, и у него были кроксы с Wu-Tang. Я не знаю, это у кроксов оригинальная коллекция или это такая китайская копия, но я тоже хочу кроксы с Wu-Tang. И касаемо граффити и стрит-арта, в Тбилиси вообще офигенная политика в этом отношении, потому что очень много чего позволяется. Да, есть много мест, которые просто истеганы, но это на самом деле проблема почти любого европейского города. Если вы вот живете в Москве и редко бываете за ее пределами, то это, если что, только вот в Москве есть конкретно такая тема, как майский баф, когда весь город покрывается побелкой нахуй, стирается абсолютно все. В остальных городах, в том числе и в Питере, в том числе и европейских, есть очень много мест, на которые не хватает коммунальных служб, и там годами висят огромное количество тегов, и это выглядит, конечно, мусорно, и формирует у людей мнение, что вот граффити, это и есть, когда ты там просто, ну, реально хер нарисовал просто, а потом еще кто-то хер нарисовал, еще кто-то хер нарисовал и так далее. Но за счет этой свободы и за счет конкретно проектов, которые согласовала непосредственно администрация города, и она на это, я так понимаю, довольно легко идет, изговорчиво, в Тбилиси очень много крутых как заказных работ, притом не пошлых и попсовых, как много в России есть таких, а именно настоящих, видно, что автору дали круто выразиться, и это действительно очень солидно смотрится, притом иногда это абсолютно экспериментальные стайлы, и за это можно только поаплодировать. Так и много работ, которые явно нарисованы без согласования с кем-либо, но также талант художника нельзя не отметить. Сегодня я собрал для вас подборку тех художников, которых на улице Тбилиси можно увидеть чаще всего. Однако начну я с истории Шизухи. Вот что, по-вашему, это такое? Вот вы сейчас видите перед собой вот эту вот штуку, какие у вас ассоциации, что это может быть? А может ли это быть обозначение для будущего пуска ракет? Я сейчас не шучу. В какой-то момент по всему Тбилиси начали появляться вот такие рисунки, и в местных группах на Фейсбуке начали на полном серьезе обсуждаться версии, что эти граффити могут оставлять наводчики вражеских сил, якобы таким образом помечают потенциальные цели для ударов. Наиболее инициативные начали самостоятельно закрашивать рисунки, и призывали других последовать их примеру. Высказывались и другие предположения. Так, например, некоторые пользователи соцсети полагали, что это граффити, часть пиар-компании известного бренда. Другие говорили, что это может быть связано с какой-то новой молодежной игрой. И да, как бы вторые версии, они гораздо более адекватные, хотя и все равно далеки от реальности. Но история с тем, что это координаты для ракет, реально тогда всех очень напугала. Тут стоит сказать, как бы, две полярные вещи. Во-первых, странно, что в Тбилиси люди так к этому относятся, потому что здесь буквально повсюду разная граффити и разные теги. Но, с другой стороны, если вы не понимаете, откуда взялся этот контекст, почитайте историю Грузии, в частности, про 2008 год. Это берется не с бухты-барахты, и могу представить, что там обыватель на Фейсбуке поверил, что это координаты для ракеты. Эти рисунки были в подворотнях, в толчках и так далее. Ну, мало ли куда ракеты надо запустить, правильно? Вдруг в толчке военный объект. По итогу, был найден автор этих опасных рисунков. Им оказался русский чувак, а рисунок, который показывал координаты для ракет, оказался кошкой. Кошку звали Шиша, и на каждом из этих рисунков вы можете увидеть подпись Шиша. Чувак просто занимался граффити, как и до этого, просто приехал теперь в Тбилиси, посмотрел, да здесь везде граффити, и тоже начал вступать вот в эту движню. Справедливости ради, куча русских художников, и не только русских, а со всего СНГ и со всего мира, занимаются граффити-туризмом в Тбилиси, и это как бы часть нормального. Просто здесь Шиша выглядела настолько демонически, и настолько неудачно вписалась в актуальный контекст, что чувака арестовывали с кучей полицейских машин и оштрафовали на три с половиной тысячи долларов. Это в семь раз больше, чем обычный штраф за подобные правонарушения в Тбилиси. Меня зовут Миша Вронский. Привет! Я художник из России, граффити-художник, и в Грузии я жил и занимался, собственно, уличным искусством граффити. Рисовал свою любимую кошечку на стенах, и это было мое основное хобби. Я рисовал еще до войны, интереса ко мне не было совершенно никакого. Но когда началась война, почему-то местные граффити-художники грузинские решили, что это метки русской артиллерии и подняли шум, собственно, в интернете. Мою кошку, которая не несла никакого смысла, кроме того, что она кошка и она классная, начали символизировать с русской агрессией. То есть через какое-то время начали ее везде активно бафать, зарисовывать. То есть появилось, как это сказать, общество, которое искало, отмечало на картах все мои теги и ходили, активно закрашивали. После милитари-блогеры, которые освещают войну, решили сделать свой репортаж обо мне и выставили это так, что я шпион и тегаю чисто только на стратегических объектах. И после этого началась лютая травля. Начали показывать по телевизору, освещать это все блогеры. Обычные люди начали меня выискивать на улицах. Через какое-то уже время, когда я думал, что шум стих, обо мне забыли. За мной началась слежка полиции. Это было очень видно, очень заметно. И в один из дней, когда я уже совершенно сильно паранойил, стоял под душем, реально чистил переписки в Телеграме на всякие, ну, начался штурм моей квартиры. Перекрыли весь район, оцепили, блядь, 15 человек в бронежилетах. Я лицом в пол. Моя девушка была дома. Пришли меня задерживать, забирать. Моя кошка-шиша ходила, терлась об ноги ментам. Мне было от этого грустно, обидно, неприятно. Весь дом обшмонали. Был обыск очень большой. Всех соседей тоже дергали, они пострадали от этого. Но и началось вот уголовное дело. Два месяца мне не рассказывали, в чем я виновен. Искали факт шпионажа, или там госизмены, или еще что-то такое говорили. Вся техника. У меня была изъята на экспертизу. Документы все, что были, тоже забрали, не отдавали до суда совершенно никак. То есть у меня не было возможности покинуть город, даже при всем желании. Ни один правозащитник не смог тоже помочь, никто не лез. Ну и вот, и случился. В конце мая суд, прокурор просила от 6 до 12 лет тюрьмы. Это рассматривали, да. Но после она сама мне позвонила вечером, сказала, нет, это не нормально. Тебе пойдет, если будет штраф в 3000 долларов. Ну, конечно, не пойдет, но это лучше, чем тюрьма, естественно. И вот, и как бы после суда через два месяца мне отдали ноутбук, телефоны, флешки, которые находили, разрешили общаться со судебными приставами. И мне этот штраф разбили на 12 месяцев. И когда я первый выплатил первую часть штрафа, мне разрешили свободный выезд из Грузии, ну и свободный заезд туда дальше. То есть мне люди очень помогли, собрали деньги. И вот, я выехал, и назад мне теперь в Грузию въезд запрещен. Там истории было, там делилось в основном, это на каких-то три ветки истории. Первое, это грузины молодые думали, что это пиар-компания каких-то шмоток вещей, просто такая вот очень яркая, громкая. Мнения были, что это какие-то грузины рисуют малолетки на улицах. Были мнения, что это, ну просто, просто теги, то есть адекватные люди думали. Кто-то воспринимал это положительно, кто-то как вандализм, естественно, но самое дикое это было как раз то, что это по Грузии ходят ночью шпионы, оставляют в метки домов, которые будут, блядь, бомбить. И то, что я связан с Путином, что у меня там финансирование, и это все, чтобы запугивать людей лицом кошки. Много историй было о том, что я местный нацист, местный фашист. Кто-то рассказывал, что друзьям, что он меня знает, это тот, это вот этот, этот вот так. Но в основном это было именно о том, что это метки артиллерии. Местная молодежь, панки, антифашисты начали рисовать шишу как символ сопротивления нацизму и ментам, но их задерживали тоже очень сильно. Было то, что не связано в принципе со мной, то есть менты начали активно следить за граффити-художниками, то есть ловить совершенно разных посторонних людей и пытаться им выменить тоже что-то, что люди не делали. То есть как меня задерживали, точно таких же пацанов и пытались там дело тоже раскрутить, как-то. А самое последнее было, когда один человек в Грузии, из России, он писал в духе «русские идите домой», его тоже поймали по всем каналам, показали это, ну то есть по сути это мелочь, если это даже рассматривать как вандализм, то наказание не соразмерно, и сейчас многие граффити-артисты мне написали, ну типа «красавчик, молодец, теперь нас дергают, теперь нас ищут». Мне от этого неловко было очень сильно, но повториться может, если прям и повторяется. До сих пор пребываю в шоке из-за этого сюра, но как-то глупо, ненормально, на меня полностью повлияло, если в Грузии мне даже судья сказал вам, запрещено теперь рисовать в Грузии, я не стал уточнять, дома можно или нет, или только на улицах, но думаю, ладно, и вот, конечно, повлияло, я не смог вернуться домой в Грузию, у меня там работы осталось, там, девушка, деньги, документы, все, что только можно у меня там, все мои друзья, и то есть я приехал в неизвестность никуда, я начал по-новой искать для себя какие-то варианты, искать работу, друзей, жилье, то есть, ну, конечно, повлияло, и бросить желания не было, но так как теперь у меня денег тут нет, у меня осталось все там, у меня, ну, просто, ну, не трачусь на краску, не рисую пока что, пока что. Рисовали тут, в Ереване сколько-то, ну, это развлечение не самое дешевое, просто сейчас, ну, это нет возможности. Не брать с собой телефон, это так все слушается вообще вот, а то есть, мне, ой, много интересного увидел, услышал, и распечаток того, что я по телефону говорила, как, если делать под камерами, хотя бы накидывать маску на лицо, потому что это порицается, хотя программа в Грузии была по поддержке именно стрит-арта, и выделяли граффити-художникам деньги на это, чтобы они рисовали, но законы все равно людоедские, лучше просто быть анонимным, иметь быстрые ноги, и думать головой немножко, и все. Классно поживает, нормально, хорошо, это кошка моих соседей, она такая всратая, нелепая, классная, с проплешиной, на подбородке непонятной, потому что постоянно облизывается, с проплешиной в зоне бикини, хоть за ней ухаживает очень хорошо, замечательное животное, но это кошка моих знакомых, хороших, я в нее влюбился, в свое время начал рисовать, и все хорошо, у нее классная жизнь, ей штраф платить не нужно, она в суд не ходила, и странно не выгоняли, у нее все отлично, и надеюсь так и будет дальше. Дай бог здоровья, чувак, реально. Теперь перейдем к художникам, которым повезло больше, и один из самых ярких тбилийских райтеров, это Коско 32, он же просто Коско, и это классическое граффити, если вы в этом ничего не понимаете, то ну посмотрите, ну посмотрите и насладитесь, ну че некрасивые буквы, ну че некрасивые формы, че цвета не клевые, на самом деле все клевое. Объяснил. Потрясающе плодовитый художник, его работы можно увидеть как будто вот на каждой второй стене в Тбилиси, и при этом, ну критическое большинство этих работ весьма качественные, даже те, которые, казалось бы, выполнены на очень открытых местах, сделаны с любовью, душой и мастерством. Коско вырос на два города, Берлин и Тбилиси, и насколько я понял из его интервью, Тбилиси ему кажется более приятным для создания граффити, здесь действительно есть такое большее ощущение свободы, возможно для него это плюс еще родные места и все остальное, но я думаю, в Берлине все ощущается более ограниченно, даже несмотря на то, что Берлин безусловно тоже мекка для стрит-арта, и если вы фанат визуального искусства и вам когда-нибудь дадут визу, то настоятельно рекомендую посетить Берлин, чтобы охуеть натурально от количества и крутости стрит-арта там. Но все-таки свободней и вольготней Коско чувствует себя именно здесь. Обращаю ваше внимание, вы может уже и сами заметили, что многие работы начинают отходить от обычного граффити и включать в себя различные сюрреалистические элементы. Дело в том, что граффити это не единственный стайл и направление искусства, которым владеет Коско. Посмотрите на его холсты. Ну это же вау! Ну это же охуенно! Я достоверно знаю, что есть здесь клубы и бары, которые покупают его работы и вешают их у себя, честно говоря, по-моему просто потрясающе. Для того, чтобы описывать подобное искусство, мне периодически хочется вообще не писать никакой текст, а просто под музыку подставлять вам работы. Потому что, ну на это прям, ну хочется смотреть. из того, что можно подметить, везде динамика. Что в граффити работа, что в сюрреалистических полотнах, все куда-то движется, летит, стремительно перетекает и так далее. Очень рифмуется с этим стрит-стайл нанесения граффити, когда тебя в любой момент могут согнать, начать арестовывать и так далее. И нужно быть как бы всегда готовым съебывать. И, видимо, эта часть характера Коски переносится в каждое из его произведений. Переходим к следующему художнику. Следующий персонаж, гораздо более понятный и доступный, именует себя Лэмп, а самого его зовут Мишеко Салакаури. Это уличный художник-самоучка и один из первопроходцев грузинского стрит-арта. Он родился в селе Парсма в Тушете, где овцеводство является основной деятельностью населения. Он начал рисовать с двух лет разные картинки, а позже знаменитые овечки стали его персональным стайлом и кериком, не подозревая, что его родина и профессия будут неразрывно связаны. Проблема родного села Лэмбо в том, что туда невозможно нормально провести электричество из-за того, насколько высоко и неудобно для этого расположено село. И, собственно, выбор овцы, агнца, он как раз обусловлен тем, что это символ его родины. И дальше в его работах вы можете заметить, насколько важно ему вписаться в контекст страны и города и передавать этот самый колорит. В принципе, у грузин особенное отношение к гостям. Это будет видно и в работах других художников. И здесь очень наглядно заметно именно гостеприимство, желание украсить город для того, чтобы он принимал к себе людей. И, собственно, как сам Лэмб, да, овца, она является символом Грузии в интерпретации художника, так и сюжеты, которые он подбирает, это также классические грузинские мотивы. Лэмб освещает насущные проблемы, берет какие-то традиционные элементы, вплоть до хинкали, хачапури и всего остального. И также вы можете найти тут заказные работы Лэмба в различных заведениях, ресторанах и т.д. и т.п. Особенно хочу обратить ваше внимание на различные расписные предметы и работы Лэмба, которые находятся не на стенах. Чувак работает в разных стайлах, за что ему большой респект. При этом хочу обратить ваше внимание на доступность этих работ. То есть здесь в 100% случаев читаемые шрифты и также абсолютно понятные сюжеты. Вот оно ключевое отличие стрит-арта, которое тут ярко проявляется, что это именно искусство для зрителя, чтобы любой человек, который шел по улице, выкупил о чем это, зачем это и т.д. Последний художник на сегодня это Гоша Арт и его работы могут понравиться вашей маме. Почему? Потому что они прям сверх доступные и я даже не знаю какие здесь правильные слова подобрать, но в общем андеграундом тут не пахнет совершенно. Здесь вот уже почти социальная работа. Вот надеюсь однажды Гоши Арту дадут какую-нибудь премию заслуженного горожанина Тбилиси. Его работы мало того, что совершенно никак визуально не отталкивают, они несут исключительно созидательную функцию. Вам трудно будет найти работу Гоша Арт на какой-нибудь стене, потому что в основном они расположены либо на строительных щитах, либо на электрощитках и других вот таких вот именно объектов города, которые очевидно не представляют никакой ценности. При этом большая часть работ сконцентрирована в старом городе. То есть есть сама по себе и так самая колоритная красивая туристическая часть Тбилиси, и он берет самые ее некрасивые части и аккуратно их обрамляет и дорабатывает. Притом к вопросу пользы города есть работы Гоши Арта, которые, например, содержат указатели улиц. То есть некоторые его работы реально выполняют прям прикладную функцию для горожан. Вот вам цитатка. Строители укрывают реконструкции большими листами ОСП плит, которые буквально через пару недель приобретают совсем непрезентабельный внешний вид. Школьники бегают с баллончиками краски и пишут непристойности. Активные граждане черкают имена политиков матом. Потом настает время выборов и каждый кусочек забора оказывается заклеен муниципальными физиономиями. Все это облезает и превращается в ужасный визуальный мусор к большому например в Нью-Йорке есть целое движение по раскраске именно строительных заборов с конкурсами и финансированием. При этом хочу обратить ваше внимание что это своеобразный андеграунд внутри андеграунда потому что несмотря на то что он все еще уличный художник тут он по сути не использует вообще никаких классических атрибутов граффити. В этом нет ничего относящегося к именно культуре и традиции уличного искусства какой мы ее знаем и какой ее воспринимает ну по просто тому что видно глазу большая часть местных художников. У Гоши Арта абсолютно свое видение того как он может помочь городу и он его реализовывает. Собственно если вы сейчас в Белиси то после этого ролика вы обнаружите что работы Гоши Арта в старом городе буквально на каждом углу и особенный респект выражается за рисунок с островом сокровищ. Уважуха. Кериком Гоши Арта то есть персонажем который является его подписью хотя подпись там тоже есть является черная кошка. В данном случае она конечно же не может перейти вам дорогу возможно в этом и есть позитивный смысл и сюжеты в которых оказывается эта кошка самые разнообразные. Вот опять же это может зайти и вашей маме и вашему самому младшему брату даже пятилетнему ну и плюс представьте был некрасивый электрощиток а стал вот такой вот интересный еще и с котом. И мало того что сам стиль доступный понятный и украшающий по мнению критического большинства людей которых я не опрашивал но думаю что они так думают так еще и каждая конкретная работа по контексту связана с местом в котором она нанесена и вот как раз в старом Тбилиси который и так вот какой-то магический такой вот с атмосферой древности много всего деревянного туда идеально вписываются вот эти работы с сундуками. А если вы сами человек из искусства так сказать да создаете что-то например создаете вещи то хочу вам сказать что мои любимые чуваки из Ишьюэр которые как раз создают продукты секты Сейна вот у меня даже актуальные вот такие футболочки сейчас продаются все это благодаря замечательным Челиксанам из Ишью они открыли свое производство в Москве так что если вы как раз занимаетесь производством шмота и вам нужны какие-нибудь андерграундные челики которые поймут все ваши сумасшедшие замыслы то настоятельно рекомендую обращаться к чувакам из Ишью сам безумно доволен что когда-то решил с ними связаться сконтачиться и начать работать вместе вот а вы дорогие мои друзья не игнорируйте патреон и бусти все остальные мои замечательные соцсетки там везде классно выбирайте на вкус вк тг и некоторые еще запрещенные все мы понимаем о чем речь правильно а на этом все спасибо что досмотрел ты знаешь где кнопка подписки а а Субтитры сделал DimaTorzok